Его назвали адыгским Каруза, а небовторимый баритон узнавали с первых нот. Сегодня Карачаево-Черкесия простилась народным артистам Карачаева-Черкесии Хусином Азаматгиреевичем Готовым. Известного черкесского певца в последний путь провожали в ротном ауле Жако. Фатима Даурова подробнее. Холодное февральское утро обжигает мороза. Но, несмотря на это, к месту прощания с Хусином Азаматгиреевичем Готовым люди продолжают стекаться. Односельчане, жители района, коллеги, знакомые, друзья, родные и близкие пришли проститься с достойным сыном черкесского народа. Среди присутствующих представители правительства Карачаева-Черкесии, администрации Хабецкого района, духовенства, общественных организаций. Траурный митинг открыл министр культуры республики Зураба Гирбов, который в своих словах выразил соболезнования родным Хусина Готова. И еще раз подчеркнул, какую большую потерю понес весь многонациональный народ Карачаева-Черкесии в связи с его уходом. Провожаем последний путь, но вчера, когда эта траурная весть до нас дошла, когда мы сообщили руководству республики, все моментально откликнулись. Кто не видел, может быть, но и глава республики выразился от болезнования, глава правительства. Для нас, для всех, для каждого человека в республике, который здесь вырос, это потеря. Человек, как я, например, с детства, когда еще мальчишкой бегал, радиоприемник слышал, я вырос на песнях Хусина Готова. Выступающие вспоминали жизненный путь известного артиста и говорили о его значимом вкладе в развитие культуры родной республики. Все народы Карачаева-Черкесии скорбят вместе с родом Готовых. Хусин себя зарекомендовал как человек искренний, человек чистой души, талантливый, высокой нравственности, высококлассный специалист. Человек, который внес в культуру народов, в том числе и черкесского народа, большую работу по сохранению культуры, по ее развитию. Человек, который заслужил самых высоких титулов и почета. Природа одарила Хусина Готова неповторимым баритональным тембром. Своим уникальным исполнением, присущим только ему одному, он прославил родную республику и свой адыгский народ. Именно он впервые в Карачаево-Черкесии был удостоен звания народный артист России. Волшебству его голоса покорялись столичные и зарубежные сцены. На одном из выступлений на Международном фестивале народного творчества в Бельгии за его необыкновенный голос европейский зритель восхищенно назвал его черкесским Карузо. Он украшал наш народ, Карачаево-Черкесский весь, и черкесский свой родной народ, он украшал своим талантом. Он выходил на сцену окрыленный песней. Вся его жизнь была как вот эта вот песня, потому что он жил в этой песне, жил в этой музыке. Вот эти красивые горы не могли другого человека родить. Эти горы родили именно талантливейшего человека. И пускай всегда в этих горах, вот в этом его родном ауле, в этой частице его родного сердца, родной земли, пускай всегда и навечно звучит музыка Хусина Азаматовича Готова. Хусин Готов с упоением отдавал себя любимому делу. Будучи большим интернационалистом и космополитом в душе, в своем творчестве он показывал красоту и мелодичность песен всех народов Карачаева-Черкесии. Гимен матерям и бабушкам черкесского народа, легендарная песня Синена Даха в его исполнении, это золотая классика музыкального фонда адыгов. Особую любовь питал и к русским народным песням, которых он исполнял от души и со свойственным только ему размахом. Он же жил в каждой семье, его голос звучал в каждой семье, на помостках, в других республиках, в Москве. Это был прекрасный, изумительный человек, поэтому, если есть что-то на том свете, видимо, там тоже все высшие возрасты ему должны. Будучи директором Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова, Хусин Готов лично создал дирижерское и вокальное отделения. Имея абсолютный слух и высшее профессиональное образование, он преподавал вокал молодым исполнителям и занимался постановкой голоса. Хусин Азамат Гиреевич прожил яркую жизнь, как будто исполнил песню. Через тернии зажглась его звезда и сейчас горит живой памятью в сердцах его слушателей. Я абсолютно не жалею, если бы заново повторить прожитую жизнь, я бы то же самое сделал бы, избрал бы свои профессии, искусство, пение, доставлять радость, удовольствие слушателям, людям. Фатима Даурова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия.